Добрый день, Геннадий Анатольевич. Добрый день, Виктор Анатольевич. Я рад Вас видеть здесь. Да, давно мы не виделись, давно не давал интервью. Звезда Ютуба немного погасла в этом подтексте, но прошу прощения. Геннадий Анатольевич, я по вопросу призыва, который сейчас идет, осенний призыв, что Вы можете сказать вообще? Ну, спасибо за вопрос, хороший вопрос. Мы все читаем, будем говорить так, в социальной сети, в Фейсбуке. Мы все интересуемся другими сайтами, на которых, будем говорить, показана жизнь нашей страны. И приблизительно мы знаем обстановку, которая сейчас, будем говорить, выходит с экранов и телевизоров. И еще раз акцентирую внимание, компьютеров, ноутбуков, соцсетей и все остальное. О том, что сейчас идет призыв в сбросе силы Украины парней, мужчин, точнее мужчин от 20 до 27 лет. Ну, что я хочу сказать, обстановка на данном этапе тяжелая, если быть честно, откровенно. Но, опять же, я не буду говорить, будем говорить, в целом, то, что, допустим, я знаю, много, допустим, нельзя, можно высказывать все. Например, из того, что люди видят сами, я могу сказать, реально. Вот сейчас, недавно было в Цензор.нет, вот, и в Цензоре на такие сайты показано выступление головы, да, Закарпатской области, Москаля, вот, заслуженного человека, вот, довольно-таки такого хозяйственника, о том, что как считается призывы на Закарпатскую область. Понимаете, в чем дело? И нормы там, вроде бы, маленькие, небольшие, но при этом какая-то проблема возникает, потому что, действительно, людей очень мало, будем говорить, идет, и какая-то причина была в том, что, может быть, кто-то уехал на заработки, кто-то находится в других регионах нашей страны, вот, люди, соответственно, выживают как-то, вот, пытаются создать свое благополучие. Но, один маленький вопрос, Виктор Анатольевич, вы меня, наверное, поймете, о том, что я хочу сказать, я хочу, прежде всего, обратиться, ну, вот, к нашим парням, которые, может быть, о чем-то думают, ну, кроме, как, о защите своей Родине, хотя они надо думать постоянно, особенно в этих условиях, вы помните 14-й год. Вы были свидетелем этого всего, вы ездили со мной, вы ездили сами, вы приезжали, вы привозили, вы общались, вы брали интервью. Вот, с теми ребятами, я не постесняюсь этого сказать, и так далее, с действиями захистниками Батьковщины, потому что, вы видите, в каком состоянии была армия, и что, если бы не те парни, которые в 14-м году стали, отразили, не допустили, не допустили входа, захода, подхода Российской Федерации, и так далее, то бишь, показали кулак, только благодаря им не было развернута широкомасштабная, будем говорить, операция против нашей Украины, против нашей Родины, о том, чтобы мы не стали вассалами соседней державы. Вот, так вот, я хочу сказать, может быть, какие-то воздушные стола, что низкий поклон, и они, то, что совершили эти ребята, ребята, те, которые, я не буду там чьи-то умолять достоинства и так далее, вот, особенно первые, они, наверное, совершили подвиг, который, ну, будем говорить, на года, на года, не буду говорить, там, загадывать столетия, там, что-то еще, на года, вот, так вот, когда сейчас, на данном этапе, я прошу прощения, мы с вами в армии в одной и той же служили, вот, и для нас, допустим, там, какой-то определенный праздник, еще со времен того, когда чествовали мужчин, остается где-то, что-то в силе, ну, как по привычке, может быть, хотя для меня, и для вас, я думаю, праздник 14 октября, наибольшее имеет значение, но, мне интересно другое, как, вот, вы, детки, которые 4 года назад вам было по 16 лет, вы росли, вы знали, как воспитывались вы, которые сейчас, вот, не хотят идти, и все, вот, мне просто интересно, вам мама дарила ваши девушки, там, школьники, там, девочки с класса, дарили подарки, там, дезодоранты, там, не знаю, мыло, или что-то еще, как будущему защитнику Родины, и как защитнику Родины, как таковой, потому что 23-е, я смотрю, как прохожу, извините за выражение, пьянки на нашем углу, и те, которые, особенно, даже сапоги не одевали, и даже, как мы с вами, не учились одевать протянки, будем говорить так своими словами, но мы это выпускаем, как вы сейчас, вот, будем говорить, как вы сейчас относитесь к тому, что было, вы не задумайтесь на том, что в любой момент, в любой момент может случиться, ну, страшно, если вы считаете, что сюда придут кто-то там, как-то, опять мир, дружба, май, там, жвачка с ними будет, вы, как же вы глубоко ошибаетесь, вы видите, что, вот, ходят среди вас ребята, которые действительно прошли и Крым, и Рым, и так далее, на этой войне, вот, спросите у них, пусть они вам расскажут, каково отношение будет к вам, к нам, ну, к нам-то ладно, мы все равно не потерпим это все, мы все равно уши подгрызаем, умрем, но, будем говорить так, не допустим этого, постараемся не допустить, но как вы будете потом дальше жить, смотреть в глаза, и так далее, последующим своим детям, как вы будете вообще принимать эти подарки, как защитник, хотя ты в жизни, там, не держал автомата, там, смотрел только вот эти, играл в танчики какие-то, и все остальное, когда сюда придет агрессор, они, они умеют, они, они знают, и так далее, причинский марш, если мы вспомним их действия в Сербии, и так далее, они могут это дело сделать, могут, реально, и так далее, сила у них большая, есть какое хорошее выражение, похвалить противника, сделать комплимент себе, это один из мудрецов сказал, так вот, я хочу сказать, они это умеют делать, но они придут сюда, и потом, примера вам достаточно, тех, что я могу рассказать вам, и вы сами видите, посредством информации примеров Гюмри, когда убивают семи, там, водогрудных детей, это придет оголтелая толпа, если считаете, что это цивилизованное общество, глубоко ошибаетесь, и так далее, глубоко ошибаетесь, с этим боролись и чеченские ребята, когда в свое время приходила эта Орда, которая, как говорили, своей рукой как-то собираются в русский мир это втопить до конца, вот эту грязь и так далее, ни власти никуда, ни Европа никуда, ничего, вот здесь вы должны быть, вот при нас вы должны быть, нет, такого, не должно быть вообще априори, спросите у ребят, спросите у других, те, которые уже прошли эти все горнила войны, так вот мне вопросы и так далее, как вы будете воспринимать это все, вы думаете, что они придут, будут вас гладить по головке, а я буду, я простой рабочий, как я одного фраера видел, возле своего дома, он говорит, там не без разницы, я как мазал эту плитку, ложил, так и буду ложить, а будешь ты ложить, конечно, конечно будешь ты ложить, будешь какой-то без разницы, но ты будешь второй сорт, просто второй сорт, вас сейчас государство призывает на службу, для чего не отправлять в зону выконания боевого завдания, в ООС, в АТО, как было раньше называлось, нет, абсолютно, вас государство призывает для того, что в случае чего вы могли стать защитником своего города, своего района, я не знаю, своей семьи в конце концов, чтобы могли обратиться, обращаться в автомат, узнать даже мнемонические правила стрельбы, узнать поправки, какие берутся, просто вот взять его в руки, знать, как он разберется, соберется, чтобы в случае чего найти его, поднять и мощь защитить своих, и в то же время, я с удивлением замечаю, так далее, вот Харьков показывают, там ловят кто-то на улицах эти молодежь, которые пьют пиво, всуывают повестки, позвучают инциденты какие-то, ребят, вы не пошли уже на службу, вы уже являетесь потенциальными преступниками, многие из ваших даже не догадываются этого всего, потому что сгибночинное законодавство, которое у нас, кстати, есть и там, у которого от старых времен осталось что-то в душе, чтобы вы были в курсе, после подписания приказа президента о призыве, вы в 10-дневный срок сами должны прибыть в военкомат, для того, чтобы определить свою дальнейшую судьбу, годен, не годен, нужен, не нужен, как и почему, вы это не сделали, вы уже потенциально все влетели на первый штраф, а второй штраф, когда вы отказались брать повестки, так вот к чему я вернусь в Харьков, когда объясняли, что там военные ходили, давали повестки, это уже, я называю, крикочание, вы извините, пожалуйста, я своих офицеров, которые здесь находятся, не отпущу давать повестку какому-то гаду, который там пьет пиво и так далее, чтобы его упрашивали идти в армию, я не допущу этого, потому что поплюжить форму, честь и достоинство, я, извините, не с того теста. Я буду делать другими методами, какими мне дан право закон, только закон, но закон определяет, что мы отправляем отсюда в армию, не мы должны, то некоторые говорят, пока мне не придут в форме, пока мне дадут лично, нет, такого не будет, ребята. Не пойдете, есть определенные критерии. Но, что надо сделать? Но, я хочу в следующем заметить, сейчас очень много там есть горе-патриотов, которые там на, вот в экранах, это, эй, ну, эй, там, гасло, кричи и так далее, все. Но только это так, больше не дается, это очень много, очень много. Так вот, я хочу всегда говорить, как говорил одному товарищу и так далее, который является там каким-то определенным достанцом, я не буду говорить фамилии, я не буду говорить должности ничего и так далее. Вот он говорит, объясняет, когда четвертая повестка пришла сыну, звонит, говорит, так как так, у меня сын, у меня один и так далее. Мне не стыдно смотреть ему в глаза и говорить, ты воспитал, как ты сам, так и ты такого же воспитал. И очень жалко, что вас такие стоят на определенные должности. Если кто-то может мне пальцем тыкнуть, тыкните, а я скажу и так далее. Я могу показать, я не знаю, Виктор Анатольевич, пожалуйста, фотография отлежит, я не знаю, я просто вот покажу для вас, а вы, может быть, либо увеличите, либо сделаете и так далее. Для чего? Не рисуясь. Еще раз акцендирую. Для меня рисование, рисовки, вы уже заметили, за сколько и года и так далее, рисовки для меня, это, ну, как вам объяснить? Ну, это для меня гадско. Вот это вот, вот это вот, это моя дочь. Это моя дочь, она старший солдат в Бройной силы Украины. Одна дочь. Это раз. Следующее вам сказать. Начальник ведения комплектования, у него сын в Бройной силах Украины. Участник боевых дней. Начальник ведения обеспечения, сын учиться в Вейсковой Академии, поступив, тоже в Вейсковой. Офицер, который в третьем отделении начальника был, сын у него в полиции. Поэтому нам не стыдно спросить и не стыдно сказать, делай, как я. Ну, я не собираюсь кого-то уговарить, о том, чтобы бросать что-то где-то как-то, но подумайте просто о себе, о дальнейшем своем. Когда-то все равно придет тот момент, когда в очередной вам будут дарить раз дезодорант, зубную пасту, платочек или носки, подумайте, а все ли вы сделали для того, чтобы получать от подарка чистой совестью. Ну, вот как-то так, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, уже можете говорить все, что угодно. У нас сейчас дано право кого угодно обсуждать и где-то как делать все. Но я вам скажу по-прежнему. С моей стороны, с моей стороны лично, могут говорить много. У меня много в душе тоже накопилось, и я имею право тоже говорить, но я скажу следующее. Когда пришло тяжелое время, я приведу просто примеры. Вот два примера, хотя бы первое. Тяжелое время пришло, и мы все находились на полигоне в Черкасском. Ну, в частности, мое. Ну, то, что ближе для меня, то, что для меня родное, в 93-й бригаде. Я по поводу партийных вот этих вот всех разногласий, всего остального, я ни за кого не гигитирую, ни за кого, честно говоря. У меня есть народ, есть народ Украины, которому я подчиняюсь. И кого народ выбирает, тому я тоже подчиняюсь. Свои мнения, конечно, у меня есть, но вот как пример вам приведу. Вот партии наши городские, да. Я вспоминаю тот момент, когда приехал глава Асеретка партии Батьковщина, Саша Разин, приехал к нам, и вот как они могли, они привезли пасочки, привезли для нас фонарики, привезли там ручки и так далее, все. Приехал, привез то, что мог, вот, прямо для ребят, это было очень приятно. А за ними сразу же, буквально вот в этот же день приезжает, ну, по масштабу, конечно, мощнее фероспланный завод. Приехал фероспланный завод Владимир Семенович, который постоянно помогает нам, не знаю, как говорить, привозит то же самое, пирожки, вплоть до того, чтобы привезли носочки, привезли белье, привезли все, что необходимо и так далее. За ними приезжает, будем говорить, другая партия, ну, будем говорить, которая образовалась, например, укроп. Помогли, вот это сделали. Можно говорить на каждого человека по-любому, отношения с человеком будем другого. Ну, давайте будем говорить так, многие там грешат и так далее. Та же народная села, отремонтировали машины, отремонтировали, ну, будем говорить так, Виктор Анатольевич, как бы там кто-то, что-то это, машины. БТР привозили, отремонтировали, сделали, помогли. Что надо, обратиться, помогли. Следующая партия, ну, конечно, оппозиционный блок я отправляю сразу в АУТ, вот, но, допустим, народный депутат и так далее. Он даже говорит, не надо мне рассказать и так далее. Ну, вы помните сами, как мы с вами привозили на передний край. Что, кто и как, и какие это суммы. Наш народный депутат. Вот, пожалуйста, он просит, чтобы не говорить там ни имя там, ничего и так далее. Он своими делами делает. Но, тем не менее, было-было. Поэтому у меня совести не хватит кого-то, может, как людей кого-то обсуждаю и так далее, осуждаю, где-то в чем-то как-то. Но, в целом, весь народ как один стал и так далее. Хотя бы, ради них, чтобы они работали, чтобы они, будем говорить, ваши дети, ваши, не знаю, жены, любимые, будущие жены. Было все у нас в покое, нормальное. Неужели не пора ли пойти и просто научиться тому, что необходимо на войне? Хотя я уже говорю лозунками еще советской власти. Но, тем не менее, они, как-никак, зараз актуальны. Поэтому, как пример вам даже привожу, чтобы вы не делали иллюзии насчет русских там. Не хочу обидеть ни национализм, ни в коем случае. Вот, будем говорить так, как есть, на самом деле. Как пример, аннексированный Крым. Я как-то брал данные, там находится, по-моему, не дашь мне Бог соврать, миллион девятьсот, ну, плюс-минус, жителей. На миллион девятьсот жителей два, двести, отца, две тысячи триста человек отправятся служить, это по телевизору говорилось, во все районы России. Милости просим их всех и так далее. Все же поднимали там руки, особенно, многие там, за исключением наших патриотов, которые там действительно остались, мы знаем о них, как крымские татары, честь, хвала и все остальное. И вот, экстраспортерными бядями будут ждать те же ребята со Средней Азии, доставятся с Кавказа, с Северного Кавказа. Что это такое, Виктор Анатольевич, вы служили, я служил, мы это прекрасно знаем. Фотографии найдете здесь, как будут отношения со всем. Так вот, у них две триста, миллион девятьсот, Днепропетровская область, три миллиона двести, насколько я помню. И это не является основным данным, но тысяча восемьсот человек наша область поставляет, каждый год поставляет, там, где меньше, где больше, немножко увеличен призыв. Но все равно, мы выполняем это дело, сделаем идет, три двести на миллион, и вот это так. Ребята, погонят вас служить, не приведи Господи, что, затму таракань, и потом будете горькими слезами вспоминать, плакать, не приведи Господи, это не будет, конечно, но просто подумать о том, чтобы этого не было, надо как-то уметь, что-то как-то и где делать, чтобы в случае чего, защитить себя, свою семью, свою землю, свое, вы говорите, вот то, что ты нажил, не пустыми руками, а с оружием в руках. Подумайте, подумайте, я говорю, не буду кардинальной мерой, и так далее, я просто обращаюсь, прежде всего, к совести, и когда пройдет определенное время, когда вы будете брать из рук своих любимых женщин сотрудничество подарки, просто задумайтесь, а достойны ли вы этого подарка, или нет. В принципе, то, что я хотел сказать. Спасибо.